Приветствую всех друзья! Конец января 2022 года и начинаем традиционный обзор постройки. Январь выдался, как и декабрь, впрочем, такой поистине зимний месяц. Вторая зима к ряду, такая снежная, морозная довольно-таки. И даже были ураганные ветра. А мы едем смотреть, что там происходит со строительством новой городской свалки полигона твердых бытовых отходов. Вот эта новая дорога, которую буквально за лето сделали. По ней двигаемся на правую сторону деревня Соловья. Тут еще грузовики, озеро Песок. Возможно, туда поведут дорогу напрямки, но вряд ли, потому что зачем тогда делали это? С момента последнего визита осеннего изменения значительные. Тут вот какая-то бетоночка. А там уложены какие-то типа дренажных труб или похоже на это. Сам полигон будет вот в том вот районе, где копают экскаваторы. Там даже что-то армируют, где первый экскаватор. Такие нибудь резервуары, возможно. Вот она территория будущего полигона. Еще техники задействованы. А вот это, я так понимаю, будущий перерабатывающий цех. Тут будет перерабатывать мусор, сортировать. Техника работает и дальше. Вон там планируют местность. Тут вот административное здание еще построено, видимо, для начальства. В общем, работы... Тут объемы хорошие. Работа кипит. Вот это, ребята, это не трубы. Это гидроизоляция. Здесь вам будут делать, расстилать, чтобы, может, грунтовая вода не было. Вот этот яд отмылся. В общем, посмотрев тут все, сделал вывод, что это самая активная стройка сейчас в Маршанском районе. Тут задействована техника буквально со всех регионов Беларуси, судя по номерам и Минске, и Могилевске, и Витебске. Туда-сюда самосвалы смотрят. Тут что-то тоже копают. Типа, какие-то тоже трубы вложат. В общем, стройка века какая-то. Я думаю, средства тоже будут осваиваться. Я думаю, средства тоже будут осваиваться. Один миллион рублей. Все прошлое лето я снимал, как проходит реконструкция Бараньского дома культуры, дворца культуры, вот этого здания сталинской эпохи. И, так оказалось, во-первых, оно еще не завершено, во-вторых, тут очень интересные подробности, во-первых, внутри там, и не только внутри, во-первых, заменили, сейчас вот приближу, ходная группа, видите, пластиковые дешевые двери поставили, коричневые. Раньше стояли такие основательные дубовые ставинские двери, основательный паркет был, люстра хрустальная, там, как во всех ДК такая, которая шикарная такая, с позолотой. Все это, короче, сняли, заменили паркет на дешевую плитку. И, мало того, при первом же небольшом, ну, как небольшом, большом, конечно, ветре, снесло крышу в этом здании, причем так нехило. Вот, и тут есть такой местный, такой фриковатый такой персонаж, Александр Мухин, активист, он там поднял тему вот этого всего, зачем это надо было делать. В принципе, я с ним согласен, зачем это все было менять, когда все работало. Итак, содержать паркет дорого, ну, так, а как вы хотели, надо его. Иногда, конечно, было, там, как вот, шлифуют, циклюют, правильно, не знаю. Но факт, что вбухано огромное количество денег на выходе, вот такая вот, какая-то ерунда. И, кстати, если бы не этот вот старый рок-н-ролльщик Мухин, то, наверное, сейчас бы городская свалка была не там, где вот ее строят, где я показывал, а в районе Барани, Балбасово. И, короче, с такими последствиями, что еще неизвестно, потому что тут и самолеты, и аэродром, а свалка это птицы и все дела, короче, он тоже бил Банабад. И, благодаря, может, еще и ему, и другим активистам, свалку все-таки перенесли в более нормальное место, я считаю. Ну, а с этим ДК непонятно, вот, один вагончик стоит. Я так его обошел, вроде никакого движения внутри там и нету, может, деньги кончились или что, да и входная группа, вон, какая-то заляпанная, тут снег не чищен, видно, никто и не ходит туда, не работает он. Вот такая вот история. Устранили уже последствия урагана и котики. На улице Заречной в Грязиловке сносят барак, один из бараков, видите. Вообще, их тут еще, вон, еще два остается. Бараки, это вообще позор любого города и, слава богу, что у Орши их становится все меньше. Там, по-моему, есть еще в районе Старый Восточный, Западный, там несколько бараков. Так, в принципе, посносили строительство нового цеха завода ПАК решил снять, вот тут немножко с необычного ракурса, с обратной стороны. Тут у нас гаражный кооператив, там дорога М-8 и мост через Днепр. Ну, что-то в последнее время тут затишься, вот тут нагребли какую-то кучу песка, строительный мусор от старой трубы взорванной, котельной. Ну, пока, во всяком случае, тут так, тихо. Находимся в логистическом центре Бремена Групп. Вот этот вот корпус крайний, вот этот недавно построенный. И все, на этом тишина. И вообще тут, я смотрю, что давно не летают самолеты, взлетка заметена снегом. Не знаю, может кто-то видит, но я вот каждый день двигаюсь по городу и не вижу. Раньше, помните, снимал, как они на посадку заходят, самолеты. Сейчас тут тихо, фуры ездят, но авиаперевозки прекратились. Возможно, тут санкции тому виной или что. Как-то так тут. Там чуть дальше, все-таки какое-то строительство ведется. Вон, видите, там вдали самосвал. И погрузчик что-то грузит, там песок. Там несколько самосвалов. Возможно, там все-таки какое-то строительство присутствует. Но эти корпуса уже давно-давно построены и функционируют. К торговому центру по Грицевца уже можно подъехать. Вот он какой. А тут рядом еще не убрали забор, оградили. Что тут будет, непонятно. Там уже отделочные работы ведутся, видно. На строительстве музея Заслонова не так уж много изменений за месяц. Возможно, виной тому вот холодная погода. Но, в принципе, утеплили весь фасад. И теперь будет вент фасадом этим отделывать. Каким-то там, не знаю, чем. Скоро увидим. Окончательный вариант почты на станции Орша-Центральная. Вот такой вот. Его утеплили и отделали синим не весь, только одну часть. Та правая осталась прежней. Белпошта. Появилась надпись. В храме Рождества Христова, что на железнодорожном вокзале уже вот осталось оштукатурить одну стену торцовую. И, по сути, храм будет готов. Не знаю, там как внутри дела. Но уже вот такой вид он имеет. Это наш вокзал зимний. Давненько не был я в районе Горицкая-2, район частной застройки. Вот она улица Горицкая, самая окраина. И тут вот несколько домов уже готово. Сказать, что тут очень активно что-то строят, тоже не скажешь, потому что, я понимаю, вот это поле все тоже под застройкой. Хотя район очень, в принципе, удобный. До центра тут вообще рукой подать. Это не западное. И спальные районы за Днепрой на горизонте. И тут же на Горицкой построили. Такое непонятное вроде как магазин. Не похоже на это на жилой дом. Больше на магазин похоже. Ой, их и так уже оршин немерено. Шпионим за строительством поликлиники. Вот только что ребята пошли на обед. Строители, монолители. Тут вернее, вязали сетку для столбов. Подготавливали. Вот вырисовывается уже контур главного корпуса. Коммуникации пока не ведут, потому что, наверное, холодно. Может, из-за мороза. Но вся работа основная здесь. Но одно дело построить коробку к этой поликлинике. Еще ведь надо и оборудование. Завести мебель. А на это нужны деньги, средства. И вот они гаражи. Магазин Маяк. Обычные и непримечательные гаражи будут. Завковые. До сих пор непонятна ситуация вот с этим домом номер 46 по второму переулку Белинского. Дом уже строители оставили еще, наверное, в прошлом году. Уже февраль в носу. И никакого заселения тут я не вижу. Может, кто в курсе, пишите в комментариях. Ну и тут тоже никаких подвижек в плане строительства нового дома, который должен быть на этом месте. Тоже нет. На доме по улице Ленина возле 130 дома супер много изменений за месяц. Видите, даже стройка показалась из-за забора уже. Уже два столбика залили. Мне там как-то заливают. Так что прогресс налицо. Ковырялись два месяца, наверное, в подвале. На уровне подвала сейчас вылазим потихоньку. Ну, видите. Можете оценить, сколько людей работает на стройке на это. Ну, примерно, не знаю, 5-7 человек, ну, 10 от силы. Отсюда и скорость, в кавычках. На объекте гостиница. Работы ведутся с такой периодичностью. То вроде бы идут, то не идут. Вот сейчас, например, вообще тихо. Тут не знаю, внутри что-то делается. Ну, звуков никаких я, во всяком случае, не слышу. Вот, сделали леса. И уже под винт фасад монтируют этот каркас. А пока хоккеисты живут в гостинице Орша, в основном, которые приезжают к нам на матчи на эту ведомую арену. Заканчиваем у дома по переулку Белинского. Витебские ДСК. Вот он уже. Кран убрали. Скоро начнется, наверное, покраска фасада. И, возможно, он даже без отделки будет, скорее всего. Тут очень близко стал. Строек сейчас не очень-то и много в регионе. В общем, может, что-то упустил, такое, не сильно значимое. Но то, что на глаза попалось, снял. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, традиционное. По желаниям. Пишите, помогайте мне, где что видели, где что слышали. Не болейте, берегите себя. И до новых встреч, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!